На этой неделе трейдеры, конечно же, были удивлены смелостью Банка Англии, принявшего решение повысить процентную ставку. На фоне этого доллар откатил от недавних максимумов. Хотя ФРС в ходе своего декабрьского заседания объявила о прекращении программы покупки активов в марте следующего года и о намерении трижды повысить ставку в течение 2022 года. О том, какие события нас ждут в начале следующей торговой недели, об этом наш видео календарь трейдера на канале ИнстаФорекс ТВ. Вновь календарь трейдера дает инвесторам передышку в понедельник, а торговая активность начнется уже во вторник в публикации протокола с последнего заседания Резервного банка Австралии. Инвесторам напомнят о позитивной риторике регулятора, который в качестве условия для повышения процентной ставки называет рост инфляции в диапазоне от 2 до 3%, а также сильный рынок труда. И тут следует учесть, что инфляция в Австралии держится у верхней границы обозначенного диапазона, а занятость активно растет, усиливая ожидание роста доходов потребителей и дальнейших расходов, обеспечивая стране стабильный процесс восстановления. Ждем удорожания австралийской валюты. На европейской торговой сессии вторника участники валютного рынка будут изучать отчет о состоянии потребительского климата локомотива европейской экономики Германии. Согласно прогнозам, эксперты исследовательской группы GFK январское значение рассчитают на уровне минус 2,5 пункта, продолжая фиксировать опасения за эпидемиологическую обстановку в регионе и высокой инфляции, снижающую покупательскую способность потребителей. Однако среди аналитиков есть и точка зрения относительно того, что показатель все еще должен вырасти и оказаться выше нулевой отметки. В зависимости от того, каким будет показатель по факту и будет формироваться отношение инвесторов к европейской валюте. И на новой неделе трейдеры по фунту продолжат свою активную работу. В среду начнут публиковаться результаты окончательных расчетов ВВП за третий квартал в мировых экономиках. И первыми данными в фокусе внимания будут из Великобритании. Реакция на первые оценки была довольно пессимистичной, ведь темп роста британской экономики по-прежнему ниже докризисного. Тем более тут стоит учесть, что годовое значение прироста ВВП и вовсе оказалось ниже прогнозного. Очередное напоминание о сдержанном восстановлении британской экономики, да еще и с учетом того, что в Соединенном Королевстве возобновили часть ограничений, вполне очевидно, что фунт окажется под давлением. Не оправдывает ожиданий рынка и данные по темпам роста американской экономики. За третий квартал ВВП замедлил рост до 2,1%, хотя в первичной оценке заявлялось о приросте на 2,2%. Возможно, рынок отреагирует на оглашение финального расчета краткосрочными продажами американского доллара.